Он получит награду как за 50 молитв. Кто будет молиться 5 молитв, они засчитаются ему как 50. Слова Господа неизменны. Слова у Великого и Всемогущего Аллаха не меняются. Мы молимся 5 молитв в день, но нам записывается, словно мы совершили 50 молитв в день. А за каждое благое дело – десятикратное воздаяние. Эту обязанность Господь, Великий и Всемогущий, решил возложить на эту общину во время Вознесения Пророка, мир ему и благословения. После этого Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, начал усердствовать в призыве к Великому и Всемогущему Аллаху. Его девизом были слова Аллаха «Провозгласи то, что тебе велено». А его путем были слова Аллаха «Скажи, таков мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». Пророк, мир ему и благословение, начал пользоваться временем хаджа. Племена приходили навещать Каббу, приходили к ней для совершения хаджа и совершения обхода вокруг нее. Пророк пользовался этим моментом «Да будут мать мои и отец выкупом за него, мир ему и благословение». Он приходил на Мину и на другие места, посещаемые во время хаджа, и подходил к каждому племени. Он подходил к каждому племени и начинал призывать их «О сыновья такого-то!». Он сам звал их «О бану такого-то! О бану такого-то!». Воистину, Аллах направил меня к вам, Пророком, чтобы вы поклонялись Ему, которому нет сотоварищей, и оставили все то, что помимо Него, идолов и других, «И чтобы вы уверовали в Меня, верили Мне и помогали Мне в доведении призыва Моего Господа». Вместе с ним был Абу-Бакр Ас-Сиддык, да будет доволен им Аллах. И, как сказал передача хадиса, за ним следовал мужчина с косым глазом, кривым лицом и двумя косами. «Если Пророк оставлял такое-то племя, тот вставал среди них и говорил, «О люди, это мой племянник, он призывает оставлять вас Аллат, Узу и ваших покровителей из джиннов. Он пришел к вам с чем-то новым, так не прислушивайтесь же к нему и не подчиняйтесь». Пророк же продолжал призывать к Аллаху и не обращал внимания на тех, кто враждовал с ним и кто препятствовал ему. Это призыв Аллаха, это дело Аллаха, и его непременно необходимо совершить. Пророк, да благословит и приветствует Аллах, его и его семейство, призывает людей в их палатки и на их собраниях. Призывает их к Аллаху Великому и Всемогущему. Ему препятствуют, отвергают его призыв, однако именно в этот момент Аллах разрешил измениться течению жизни мусульман. Пророк встретил группу людей, он спросил их, «Кто вы?» Те ответили, «Мы группа из племени Хазрач». Тогда он спросил, «Союзники иудеев?» Те ответили, «Да». Пророк сказал, «Может, я присяду и поговорю с вами?» Те согласились и обошлись с ним благородно. Тогда пророк сел и начал доводить до них призыв Господа, предлагать принятие мыслам. И вроде им это понравилось. Здесь Аллах разрешил войти этим людям в его религию. Они были многобожниками и поклонялись идолам. Иудеи же были обладателями Писания. Люди из племени Хазрач сказали друг другу, «Вы же знаете, что иудеи говорили, что это время выхода пророка. Иудеи грозили вам им. Они не победят вас и не опередят вас в этом». Так они уверовали в пророка. Признали правдивость его слов. Обучились исламу. А затем сказали, «О посланник Аллаха, нет среди арабов другого народа, в котором было бы столько вражды и зла, как в нашем». Между племенами Аус и Хазрач была давняя вражда и были воины. Они сказали, «Возможно, Аллах соберет нас воедино с твоей помощью». Затем, когда он обучил их исламу, они вернулись в Медину. Тогда она носила название «Иазриб». И в каждом доме Медины начали рассказывать о посланнике Аллаха. И во время следующего хаджа пришло уже 12 мужчин из ансаров, чтобы встретиться с посланником Аллаха в местности, которая называется Акаба. Они пришли во время хаджа, чтобы дать присягу пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Эта присяга была названа женской присягой. Почему? Так как они не поклялись пророку воевать вместе с ним. Они поклялись поклоняться одному лишь Аллаху, не предавать ему сотоварищей, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать своих детей, повиноваться ему и не ослушаться. После того, как они поклялись в этом пророку, присягнули ему в этом, он обучил их религии Великого и Всемогущего Аллаха, обучил их исламу. Затем он тайно отправил с ними мужчину, который был первым послом в исламе. Им был Мусаб Ибн Умейр. Это тот самый парень, бывший очень богатым и изнеженным в Мекке, но по принятию ислама оставивший мирские наслаждения. Он в одиночку переслился в Медину, чтобы обучать там религии Великого и Всемогущего Аллаха. Он отправился в Медину и остановился у мужчины по имени Асад Ибн Зурара, который был старейшиной ансаров. Он остановился у него, и они начали вместе усердствовать в призыве к Аллаху, Великому и Всемогущему. Мусаб не оставил ни одного дома, не дав послушать им Коран и не рассказав им об исламе. Он доводил религию Аллаха до людей днем и ночью, тайно и открыто. Во всех местах призывал к Аллаху и был прекрасным послом и призывающим к религии Великого и Всемогущего Аллаха. В один из дней Мусаб и Асад Ибн Зурара обучали людей религии Великого и Всемогущего Аллаха в саду, как вдруг пришли двое мужчин и старейшин ансаров, Саэт Ибн Муаз и Усейд Ибн Худайр. Тогда они еще не приняли ислам. Им не понравилось то, чем занимались Мусаб и Асад Ибн Зурара. Саэт Ибн Муаз сказал Усейду Ибн Худайру, что если ты встанешь и поговоришь с ними? Тогда Усейд Ибн Худайр встал, подошел к Мусабу и Асаду Ибн Зурара и сказал им, что вы делаете среди нашего народа? Сделали глупцами слабых среди нас и сделали то-то и то-то. Он грубо начал говорить с ними. Асад Ибн Зурара сказал, не послушаешь ли ты, что мы скажем? Если тебе понравится, ты согласишься с этим, и это не повредит тебе. Если же тебе будет это ненавистно, никто не станет тебя заставлять. Он сказал, вы правы, и сел. Потом воткнулся в его копье и начал слушать Мусаба Ибн Умейра. Тот начал призывать его к исламу, читать ему Коран. В то время, когда он читал ему Коран, Усейд начал изменяться в лице. Его лицо стало светиться, проникаясь Кораном. Когда же Мусаб закончил, Усейд сказал, как хороши эти слова и как они красивы. Что вы делаете, когда хотите вступить в эту религию? Они ответили, ничего. Совершить омовение, очистить свою одежду, засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и помолиться, и все. Тогда он возвращается к Сааду Ибн Муазу. Когда тот увидел его, сказал, клянусь Аллахом, он вернулся не с таким лицом, с которым ушел. А Усейд сказал до того, как отправиться, «Сейчас я пойду к Сааду Ибн Муазу, к вождю своего племени. Если уверует он, то не отстанет от него ни один человек из его племени». Усейд отправился к Сааду и сказал тому, «Иди к ним и послушай их». Саад подошел к ним и сказал, «Что вы сделали?» «Сделали глупцами слабых среди нас и сделали то-то и то-то. Что если вы оставите нас?» Тогда Саад Ибн Зура рассказал, «Присядь и послушай нас. Если тебе понравится, ты согласишься с этим. Если же тебе будет это ненавистно, то мы оставим то, что не нравится тебе». Он ответил, «Вы правы». И тогда сел Саад Ибн Муаз. Он еще не принял ислам. Мусаб начал читать ему Коран, и Аллах раскрыл сердце Саада. Он изменился в лице и засвидетельствовал свидетельством истины. Затем он пошел к своему народу и сказал, «О Бану Абдель Ашхаль, что вы скажете о моем положении среди вас?» Они ответили, «Ты господин среди нас, вождь, самый умный среди нас и самый рассудительный». Он сказал, «Воистину, запрет на любому из вас, будь то мужчина или женщина, говорить со мной, пока вы не примете эту религию и не уверуете в Аллаха и его посланника». Так все его племя полностью уверовало в Аллаха и его посланника. Таким образом, ислам распространился в Медине. А все началось с группы из племени Хазрач. Пророк не отчаивался. Призывал племя за племенем, пока не призвал к исламу группу из племени Хазрач. Затем принял первую клятву присягу у ансаров, и религия распространилась в Медине, благодаря посланнику Аллаха, мир ему и благословение, и с помощью его посла, Мусаба и Банумейра, который был первым послом в исламе. Мусульмане из ансаров договорились с посланником Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, встретиться для второй присяги. Эта присяга носит название «Великая присяга при Акабе». Они договорились встретиться на хадже. Мусульмане ансары вышли вместе с многобожниками в Мекку. Среди них вышел и один из старейшин, Альбара ибн Магрур. По дороге он не молился в сторону священного дома в Иерусалиме. Ему не нравилось поворачиваться спиной к Акабе во время молитвы. Его друзья советовали ему не делать так, но он отвергал это. Он говорил, «Как же мы будем поворачиваться спинами к этой Акабе?» Из мусульман вышли 71 мужчина и две женщины. Когда они вместе с многобожниками доехали для совершения хаджа до Мекки, Альбара ибн Магрур и Акаб ибн Малик пошли к пророку спросить о совершении молитвы. Поворачиваться ли в сторону Акабы? Жителям Мекки ничего не было известно. Альбара и Акаб не видели до этого посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. По дороге они спросили мужчину из жителей Мекки, «Где Мухаммад?» Тот сказал, «Знаете ли вы его?» Они ответили, «Нет». Тогда он спросил, «Знаете ли вы Аббаса?» Тогда они ответили, «Да». Тогда он сидит вместе с Аббасом возле Каббы. Каб рассказал, «Мы направились к Каббе и увидели Аббаса. Его мы знали до этого. Он был купцом и приезжал в Медину, и тогда мы посидели с посланником Аллаха». Пророк спросил Аббаса, «Знаешь ли ты их?» Тот ответил, «Это Альбара ибн Магрур, старейшина своего племени, а это Каб ибн Малик». Тогда пророк спросил, «Поэт?» Аббас сказал, «Да». Кабб говорил об этом, «Клянусь Аллахом, я не забыл об этом до конца своей жизни». То есть не забыл, что посланник Аллаха знал о нем. Тогда они спросили о молитве в сторону Каббы, и пророк сказал, «Альбара, о Альбара, у тебя есть хаббла, сторона, в которую необходимо обращаться во время молитвы. Если бы ты придерживался этого». То есть он призывал его придерживаться этой хабблы, священного дома в Иерусалиме. Тогда они вернулись к своим палаткам. Они договорились встретиться в средний день из дней Ташрика в местности Акаба для второй присяги. Наступила середина дня Ташрика. Закончилась первая часть ночи, и люди заснули в своих палатках. Именно тогда мусульмане, 71 мужчина и две женщины, скрытно выбрались из своих пристанищ, чтобы встретиться с их любимым пророком, мир ему и благословение. Встретиться для присяги, которая поменяла течение многих дел, изменила жизнь. Они вышли ночью, каждый из них из своей палатки. Их никто не заметил. Ни жители Мекки, Курейшиты, ни их спутники-многобожники, прибывшие вместе с ними из Медины. Они скрытно вышли, подошли к ущелью Акабы и встретились с посланником Аллаха, чтобы заключить договор о присяге ему. Вместе с пророком вышел его дядя Аббас. Он тогда еще не принял ислам, но захотел удостовериться в надежности людей, с которыми заключал договор его племянник. Когда он встретил Ансаров, он сказал им, «О народ, вы знаете, какое место занимает Мухаммад среди нас? Мы защитили его от людей и его врагов. Если вы хотите, то договоритесь с ним. Возьмите с собой и защищайте его от врагов, а если нет, то оставьте его с нами». Когда он закончил свои слова, они спросили его, «Закончил ли ты свои слова, Аббас?» Тот ответил утвердительно. Тогда они сказали, «Скажи же о посланник Аллаха то, что пожелаешь». Тогда пророк, да благословит Аллах, его и его семейство, сказал им, «Я заключаю с вами договор в том, что будете защищать меня так же, как вы защищаете своих женщин и детей». Ансары, да будет доволен имя Аллах, ответили, «Мы непременно будем защищать тебя, как защищаем самое дорогое для нас». Мы прирожденные воины и участвовали в войнах. Тогда встал мужчина из Ансаров по имени Абу Аль-Хейсам и сказал, «О посланник Аллаха, поистине, нас связывают с этими людьми, то есть с евреями, определенные узы, которые нам придется разорвать, но не получится ли так, что если мы сделаем это, а потом Аллах поможет тебе победить арабов и других людей, ты вернешься к своим соплеменникам, а нас покинешь». Тогда пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, сказал, «Я буду с вами, а вы со мной, и я стану сражаться с теми, с кем станете сражаться вы, и жить в мире с теми, с кем помиритесь вы». Ансары обрадовались этому и присягнули пророку, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. Он выбрал среди них двенадцать представителей из рода, девять из хазраджитов и три из ауситов. Они вернулись к себе на родину. Но до того, как они вернулись и разошлись, кто же узнал об этом? Кто узнал об этом договоре, об этой присяге? Об этом узнал один из шайтанов. Он встал и начал кричать людям, «О, живущие в домах, поднимайтесь против порицаемого», то есть Мухаммада, и тех вероотступников, которые находятся вместе с ним, «Ведь они собрались, чтобы воевать с вами». Люди поднялись, начали оборачиваться и искать. Ансары спросили, «Кто это?» Тогда посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, сказал, «Это Азаб Акабы». То есть это шайтан Акабы. А затем он сказал, «Клянусь Аллахом, о враг Аллаха, я еще доберусь до тебя». Тогда ансары сказали, «О, посланник Аллаха, он уходил,